На пресс-конференции столичного городского правительства речь шла, среди прочего, о новом порядке оказания социальной помощи и выплат социальных пособий, который при современных условиях жизни нуждался в упрощении. Таллин предоставляет и обеспечивает 19 социальных услуг. И вот отныне перечень всех услуг будет сведен в одно постановление. Теперь все пособия, выплачиваемые Таллином, а также соответствующие услуги, сконцентрированы в одном документе. Прежде можно было отметить сложности, которые приходились на долю тех людей, кто обращался за помощью, и чиновников разного уровня, ведь информация была разбросана по разным документам. По факту, инициированные Таллином изменения должны будут пройти голосование в горсобрании. После принятия этих изменений процесс ходатайства для жителя Таллина станет намного проще. Если ранее человек сам обращался за конкретным пособием или услугой и в итоге получал или не получал ее, то теперь человек может описать свою ситуацию, свои жизненные обстоятельства и в районное управие предведут оценку потребностей в помощи. Это очень важно, чтобы понять, что именно человек должен дополучить в качестве услуги или пособия. После принятия изменений расширится целевая группа получателей услуги социального транспорта. Он станет доступным для всех лиц с инвалидностью. Возможность приспособления жилых помещений распространится на все группы лиц с любой степенью инвалидности. Увеличится и число людей, которым станет доступна социальная помощь Таллина. Не совсем справедливой была система поощрения пенсионеров, которая получает единоразовую выплату перед своим днем рождения. Теперь будет сокращен на один год срок, указанный в требовании для права на получение надбавки к пенсии. Раньше столичные пенсионеры получали это право только на следующий год после выхода на пенсию. Ежели он не являлся за год до этого жителем Таллина, то он не получал пособие. Для некоторых растягивался этот срок до двух-трех лет. Мы сократили этот срок. Теперь, если данные изменения будут одобрены на горсобрание, вступят в силу, то на состояние 1 января того же года, когда человек выдает заявление о получении надбавки к пенсии, он должен быть официальным жителем Таллина. В общем, вступающие в силу изменения должны расширить круг лиц, имеющих право на получение социальной помощи и услуг от Таллина. В том числе город сможет принимать оперативные решения в чрезвычайных, нестандартных случаях или при проблеме, требующей незамедлительного разрешения. Ольга Петрова, Виталий Савинский. Новости Таллина.